Привет! Сегодня расскажу о частых ошибках в содержании кошек, когда владельцы своими действиями, пусть и не сознательно, но сокращают своим кошкам жизнь. Я надеюсь, вы меня послушаете внимательно и таких ошибок допускать не будете. Ошибка номер один – это давать кошке воду из-под крана. Я не рекомендую давать кошкам неочищенную воду, потому что такая вода содержит множество примесей, в том числе хлор, которые приводят за несколько лет к развитию мочекаменной болезни сначала, а потом и вовсе могут привести к развитию почечной недостаточности. А это, как вы понимаете, существенно сокращает жизнь. Давайте кошке воду, либо очищенную при помощи фильтра кувшина, либо давайте воду из бутылок, такую воду, которую мы пьем сами. Ошибка номер два связана с питанием. Не нужно кормить кошку тем, что осталось со стола. Не нужно экономить на мясе, если вы кормите ее натуральной пищей, потому что это хищник, и она просто не сможет нормально жить и развиваться, если ей не давать мясо. Не нужно кормить кошку всякими пищевыми отходами, потому что если вы завели животное, то это, конечно, ответственность. И нужно понимать, что придется тратиться либо на мясо, либо тратиться на качественные корма, но зато это даст то, что кошка не будет болеть и будет жить долго. А если кормить ее некачественно, она не будет получать необходимое количество витаминов, белков, жиров, углеводов, то это, конечно, существенно сокращает жизнь. Третья ошибка – это экономия на профилактических обработках и прививках. Даже если у вас кошка живет в квартире, ни с кем не общается, никуда не выходит, вы все равно на обуви с улицы можете занести яйца паразитов, блох и даже вирусы, инфекции. Кошка может заболеть, а это существенно сокращает жизнь. Домашних кошек тоже нужно периодически обрабатывать от глистов и обязательно нужно делать прививки. Четвертая ошибка – это отказ от кастрации или стерилизации в пользу гормональных капель или таблеток. На первый взгляд владельцев можно понять, потому что кажется, что стерилизацию проводить страшно, а дать таблетку – это вроде как простое решение проблемы. Но уже давно известно, куча форумов забиты историями длительного применения гормональных препаратов. И во всех случаях это рано или поздно приводит к тому, что начинаются проблемы по репродуктивной системе у кошек и даже развитие опухолей молочных желез, что, как вы понимаете, существенно сокращает жизнь. Кроме того, стерилизованные кошки живут дольше, чем не стерилизованные. То же самое касается и котов, поэтому стерилизуйте и кастрируйте своих питомцев, если не собираетесь заниматься разведением. Продолжение следует...